Приветствую! В обновлении 0.23.0 будет запущен боевой пропуск Лихие 90-е. В этом видео вы увидите всё содержимое данного пропуска, ну а также легендарные образы их прицелы для спецподразделения Вымпел. Как и всегда, боевой пропуск будет разделён на 4 эпизода. Каждый эпизод отвечает за класс оперативника, штрумовик, поддержка, медик и снайпер. Например, если вы купили эпизод с легендарным образом на штурмовика, соответственно вся персонализация будет выпадать только для штурмовиков, за исключением камуфляжа, они выпадают на подразделения. 1 эпизод будет стоить 3000 монет. 2 эпизода со скидкой в 5% будут стоить 5700 монет. 3 эпизода со скидкой в 10% будут стоить 8600 монет. Ну и 4 эпизода со скидкой в 20% будут стоить 9600 монет. Таким образом, чем больше вы покупаете эпизодов одновременно, тем будет выходить дешевле. Короче говоря, брать оптом выгоднее. Из новой персонализации в боевом пропуске будет камуфляж Тельняшка, камуфляж Олимпийка, камуфляж Домашний Уют и камуфляж Газета. Кстати, если поразглядывать данные камуфляжа, можно увидеть различные слова и даже небольшие тексты. На некоторых оперативниках в некоторых местах может смотреться весьма забавно. Эмоция Бумбокс Эмоции обкашлять вопросик. Добивание под дых Кстати, у этого добивания есть одна интересная особенность. Оперативник может добить противника как левой рукой, так и правой. За покупку эпизодов «Зубы кормят» и смерти на него нет, вы получите эпический образ «Хирург» для оперативника Шац. За покупку эпизодов «И в грязи блестит», а также тот, кто в цель попадает, вы получите эпический образ «Тайфун» для оперативника Баррейра. За прохождение всех эпизодов бесплатной прогрессии боевого пропуска можно получить фонд штаба «Космодром», который вы могли видеть неоднократно во время демонстрации камуфляжей и эпических образов. Ну а также четыре новые эмблемы. Но так как на момент записи материала они еще не были готовы, я вам их показать не могу. Но главными наградами этого боевого пропуска являются легендарные образы «Вега» для спецподразделения «Вымпел». Для них это уже вторые легендарные образы, и сделаны они в стиле 90-х, как и весь боевой пропуск в целом. Про легендарки могу сказать так, выглядят они неплохо, но стражи лучше. Разве только за исключением алмаза, так как образ страж у него слишком перегруженный, а так как анимации ходьбы и различных действий у него такие же, как и у всех, многие элементы экипировки проходят друг в друга, из-за чего смотрятся не очень красиво. Ну а вот образ «Вега» менее нагруженный, соответственно смотрится в этом плане получше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие легендарные образы и прицелы для них. Возможно, кстати, прицелы могут изменить, но точной информации я не обладаю. В любом случае, меня, если честно, эти прицелы не очень сильно устроили, потому что, как для легендарок, они какие-то простенькие и не очень красивые. Особенно у «Алмаза» и «Стрелка», у деда так вообще прицел стоит от базового образа «Коваля». Боевой пропуск содержит 4 эпизода и каждый из них содержит 30 уровней. И, разумеется, помимо новой персонализации, конечно же, там есть различные расходники и валюты. Таким образом, если пройти весь боевой пропуск, то есть все 4 эпизода в бесплатной и платной прогрессии, то суммарно вы получите 48 ящиков с боеприпасами, 48 сумок с бронепластинами, 32 контейнера с персонализацией, 400 тысяч кредитов, 2400 золота, 800 фрагментов, 28 дней премиума, 4 бустера опыта, а также 4 усиленных бустера, 4 контейнера с камуфляжем «Теленяшка» для случайной коллекции, ну а также по такому же принципу по 4 контейнера с камуфляжем «Олимпийка», «Домашний уют» и «Газета». 16 контейнеров с эмоцией «Бумбокс» для случайного оперативника, ну и по такому же принципу 16 контейнеров с эмоцией «Обкашлять вопросик» и «Добиванием под дых». Вот в принципе все, что можно было рассказать про боевой пропуск «Лихие 90-е». Ну а если вы не смотрели полноценный обзор обновления 0.23.2, то переходите по ссылке в описании. А у меня на этом все, всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok